Его картины выходят за рамки и в прямом, и в переносном смысле слова. Декоративное оформление работ путешественника Фёдора Конюхова как бы продолжает сам рисунок. Это непривычный багет, а отжившие свой век наличники, доски от лодок. Все рамы – самостоятельные произведения искусства. Но главное, конечно, то, что в них заключено. Директор художественной школы Инна Боровкова отмечает ещё и размеры картин. Таких больших полотен в городском выставочном зале давно не было. Это, конечно, первое, что поражает и сразу наводит на мысль о том, насколько масштабен этот человек как человек, и как личность, и как художник. Все работы, они пронизаны очень высокими смыслами. То есть это духовность, это преодоление себя, своих сложностей, своего характера. Центральная работа в экспозиции – картина «Гребец в океане». Именно на ней останавливается взгляд, когда заходишь в выставочный зал. Видно, что человек такой сильный, мужественный, да, и в картине чувствуется, что ему тяжело. Но он пытается с этим бороться. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев отмечает цвет, которого много в картинах Фёдора Конюхова. Яркие образы и эмоции, которые пережил путешественник, передаются зрителям. Сияющая белизна гор, синий море, зелень деревьев, ослепительный золотой песок пустыни – настоящее буйство цвета, в котором почти нет места полутонам. Таков мир Фёдора Конюхова. Он всё это увидел и всё запечатлел. Это же не каждый человек это сможет. Вообще великий человек, прям вот великий, с большой буквы. На экскурсии зрители узнают невероятные истории, которые происходили с Фёдором Конюховым во время его путешествий. Например, на гору Эверест ему пришлось сбираться более двух месяцев, а на вершине бороться с сильнейшими ветрами. За время таких подъёмов альпинисты теряют до 15 килограммов веса. Но это преодоление – лишь очередной шаг в проверке себя на прочность. Сначала ты себя ощущаешь героем, а потом всё это с тебя как-то схлынует. Хочется совершить дальше ещё что-то более невозможное, другую какую-то вершину покорить. Свои отзывы о выставке балаковцы оставляют в специальной книге. Её потом передадут автору картин. Сам Фёдор Конюхов также приедет в Балакова, чтобы пообщаться со зрителями, рассказать им о своём творчестве. И наш город станет ещё одной точкой на карте его путешествий. Отметим, что выставка будет работать в ГВЗ до 10 мая. Посетить её можно бесплатно.